Вооооу! Есть! Он последний летел. Я его убил последнего. рыбакам и охотникам всем привет достало долгожданное время ну и конечно блин не долгожданно это простуда да ладно значит у нас сегодня 7 мая у нас завтра открытие весенней охоты на водоплавающую завтра вот 8 число завтра будет у нас открытие значит приобрел я в этом году себе ружьишка отличная турецкая много обзоров про него посмотрел многие это ружье хвалят купил я очень хорошего знакомого в этом выпуске я сделаю небольшой обзор и покажу его в действии оставайтесь со мной на канале а мы поехали проехал я 80 километров свернул на гравийную дорогу осталось проехать 10 километров и там меня уже мои коллеги будут ждать пересаживаюсь у лодку и потом достану наверное километра 2 чё беспокоишься что я не приеду на ней чё застрял у сам знаешь дорога-то хорошая ну чё разворачивайся дальше едем поехали едем на берег прибыл я на место толкаю поехали 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 загрузился он но с полный все и дрова мы издалим дать костер давай лопату серёга сказал сейчас закопает у них здорово здоровеньку был и здорово сегодня 8 мая идем на засидку надо будет пройти где-то метров наверное 100 до 200 сейчас манчуки расставим и будем сидеть легкого идет уже дрова ломит я знаю надо будет немножко влево принять там вот это вот заводь пройти да здесь можно пройти прям в сапогах ну извините не заказывали асфальтовый укладчик поставили 11 манчуков но они такие некрасочные обычные как вот серая утка цветов особо то и нету вот такая вот заводь тут ну будем сидеть крякать есть а красавчик я слушай а села 4 да я не видел я видел что плюхнул сначала 2 ей по ними стрелял взлетели думали они 2 излетели на манок да на такой наверно ходу ну манок рабочий короче он работает до утка утка подсаживается пошли посмотрим да заряжена конечно заряжена если я за ситки свяжу кусты вот эти мешали как раз блять ну на подержи может достану может нет сейчас посмотрю может там мелко может быть глубоко или глубоко как правильно ну шулем уже есть не не достану лишь не достану там глубина уже не они не уплывут кстати не уплывут они в траве там кусты и трава ну течение течением их не снесет даже ветром ну вот все с полем тебя пару штук взяли в общем у нас уже сколько 4 ну 4 черка ну и нет не знаю что это такое черок не черок надо еще черок черок он маленький ладно маленькая утка видишь они парами летают даже парами лебеди лебеди полетели лебеди два штуки ну их у нас стрелять нельзя красивая конечно птица значит вкратце хотел рассказать вам про ружье значит это турецкое ружье это можно сказать аналог итальянского бенели вот оно сделано по чертежам итальянских по итальянскому чертежу вот ну она турецкая то есть запчасти все скопировали именно турки а так вообще это можно сказать почти итальянская значит фирма это а то армс не а вот длина ствола у него 170 очень хорошее ружье его хвалят как я и говорил что в ю тубе даже профессионалы спортсмены которые стреляют по тарелкам они его заценили это 5 зарядное ружье сделано в орехи дерево орех покрыто толстым слоем лака вот и приклад тоже деревянный орех собирается очень быстро я его уже испытал очень прям хорошо бьет метка реально метка хорошее ружье мне понравилось легкая без патронов она весит примерно чуть чуть больше трех килограмм это ружье инерционная отдача буквально маленькая минимальная отдача плечо потом после выстрелов не болит абсолютно здесь стоит пружина за счет этой инерционной пружины идет перезаряд патроны я решил использовать фирмы фетр тройка тройка пятерка значит вот такие вот в белой прозрачной гильзе навеска 32 грамма это тройка есть патроны значит но они там в рюкзаке лежат фирмы озон их все хвалят и тоже про них посмотрел хорошие патроны ну пока зарядил федоровские монок я купить не успел взял так сказать погонять у человека на крякву хорошие говорят что хороший монок дубль настя sbt ну покрякал в принципе нормально хорошо действует но уже налетали одна крякала налетела ну я вот утром промазал сейчас 5 утра переехал другое место здесь вот закуток такой хороший тихий поставил пока 77 мальчиков поставил да вот протока и убить закуток тихенький сейчас лодку поставлю будем сидеть крякать такая местность далеко конечно были в принципе можно было достать бил тройка надо попробовать единичкой есть вот очарок попал в голову вот дробинка все больше нету а нет еще по моему в крыло попал на в крыло в этом в тело пошло есть такой коридор длинный и получается здесь тупиковый участок на зорьке когда солнце с той стороны встает это надо учитывать утка садится ей в глаза слепит солнечные лучи но она практически менее не видела я сейчас двигался она даже просто с воды не поднялась ну вот это идет большим плюсом надо учитывать тоже солнце с какой стороны лучше конечно чтобы за спины было ушли блин ушел такой хороший крикаж был но на воду не сел он меня увидел и полетел в сторону надо было дать ему конечно попытаться сесть на воду но он сразу не сел я поторопил ну ничего бывает гуси полетели хорошая стайка ну сколько гусей вообще много сейчас 9 часов утра утка перестала летать ну два черка я взял и по двум я крикошам блин промазал ну бывает вот ну и вот там сейчас слышно уже по баночкам там стреляют не прекращая патроны тратят вот ну ладно сейчас буду собираться поеду к мужикам на стану надо чай попить покушать и сейчас соберу манчуки и отправлюсь к нашим мужикам здесь недалеко ну вот друзья мы заканчиваем нашу четырехдневную весновку пролетела как мгновение ока эти четыре дня постреляли взяли уток сварили шулю немножко рыбки половили значит с погодой нам повезло погода очень радовала было солнечно ну и ветрено тоже то ветер то солнце вечером штиль протестировал свое ружье я очень доволен хорошо стреляет метка вообще бьет и отдача минимальную ну и всем спасибо кто досмотрел это видео до конца всем рыбоходникам ни хвоста ни чешуи ну и не пуха ни пера всем пока счастливо а а а ну Продолжение следует...